итак последняя часть самая волнительная посвященная тантре и 16 в нашем цикле в целом поскольку кто-то может быть случайно попал именно эту видеозапись 1 напомню что это 16 из открытых лекций в рамках цикла который посвящен общему рассмотрению тибетского буддизма его различных практик и методов соответственно сам цикл основан на вот этой книге тибетский буддизм самых основ доктора алла волеса который может быть какой-то момент и на русском языке будем надеяться появится и разумеется как при чтении книги совершенно бессмысленно начинать с конца так что если вы каким-то образом оказались на этой лекции о тантру буддизме совершенно бесполезно ее смотреть если вы не посмотрели и не поняли все предыдущие по большому счету лекция посвящена будет исключительно буддийской тантре и исключительно буддийской тантре с точки зрения всего что описывалось в предшествующих лекциях с точки зрения учения буддизма карме бодхичите о пустотности о нравственном поведении прибежище и так далее поэтому тем кому интересны исключительно тантрические практики это лекция абсолютно бесполезно можно сразу выключать в остальном если вам все же интересно и вы ознакомились с предшествующим материалом тогда есть возможность немножко посмотреть на танку но опять же чисто обзорно опять же просто опираясь на тот материал который изложен в книге потому что разумеется никакими познаниями на этот счет да и на какой другой я не обладаю с этими оговорками вспомним что мы говорим о разных практиках дхармы где дхарму мы понимаем как набор методов позволяющие достичь устойчивого внутреннего благополучия так дхарму описывал кишер аптен один из выдающихся учителей середины двадцатого века прежде мы можем понимать дхарму с точки зрения этимологии этого слова как часто отмечают разные учителя и разные исследователи сам санскритский корень и哥isk означает удерживать и защищать и дхарма столいて подразумея то что удерживает наш у него от страданий защищает нашу от страданий позволяет нам достичь счастья при этом если мы говорим конкретного буддизме исчезти и и страдания здесь разумеется рассматривается в первую очередь же ты точки зрения ума ни в коем рубика ни в коем образом мы не говорим здесь просто о защите своих своего тела от страданий или просто о достижении счастья телесного в том числе мы говорим скажем просто просто о методах достижения благополучия, получения хорошей репутации, славы, достижения чувственных удовольствий и тому подобных вещах. Все это важные вещи, значимые, понятные, интересные, но не они являются главным, чему посвящено рассмотрению буддийской дхармы. Буддийская дхарма, в первую очередь, посвящена именно умственному счастью, которое в силу своей природы может затмевать, скажем, физические страдания. Если мы обладаем устойчивым умственным счастьем, если наш ум спокойно, уравновешен, счастлив, в нем мощно развиты благотворные факторы, мы оказываемся защищены от значительной части физических страданий не в том смысле, что боль в теле не будет возникать, а в том смысле, что эта боль не сможет потревожить уравновешенности нашего сознания. Все эти тезисы мы подробно рассматривали. Затем, если мы говорим конкретно о северной традиции буддизма, мы говорим о ней, потому что мы же про тибетский буддизм, самых основных говорим, то в расчет мы принимаем не только наше собственное благополучие, но и благополучие бесчисленного множества живых существ. Разумеется, к рассмотрению благополучия всех существ мы тоже переходим не как-то наивно, не начинаем весь разговор с всех существ и того, что всех нужно спасти и всем помочь. Нет, как вы помните, мы начинали с рассмотрения самых базовых практик, которые относятся к нашему собственному сознанию, а по большому счету даже к нашему телу и речи. Начинали с обсуждения того, как понемножку обуздывать тело и речь для того, чтобы переживать меньше страданий. На основе этого начать обуздывать ум, чтобы опять-таки переживать меньше страданий собственных, но уже на уровне ума, именно собственных. И уже на основе всего этого, на основе значительной зрелости наших тела, речи, ума, перейти к подлинному альтруизму, подлинной заботе о благополучии всех остальных существ. Но и это здесь важно не выпускать из виду, потому что все рассуждения про тантру, во всяком случае про тантру буддийскую, все остальные виды тантры, и уж тем более то, что по тантру принимается в популярном словопотреблении, мы полностью оставляем за рамками этой лекции, потому что это просто здесь неактуально, а иногда и вообще не соответствует ничему. Мы здесь говорим именно о буддийской тантре, причем о буддийской тантре в контексте всего пути. Это же есть деятели, деятели с маленькой буквы, люди такие, которые отстаивают самостоятельность тантры и возможности буддизма в том числе, и возможность практиковать в отрыве от каких-либо других методов. Кому-то это может быть интересно, но нам нет, поэтому мы об этом здесь и не говорим. Мы здесь говорим о тантре как о методе, который вытекает из практики бодхичитты. Грубо говоря, рассматриваем вопрос о том, как можно прийти к практике тантры на основе очень интенсивной практики методов развития бодхичитты, всего, что предшествует бодхичитте, и, соответственно, как рассматривать тантру как проявление практики бодхичитты. Появляем, тезис Кишираптена, упомянутого только что с его определением дхармы, вся дхарма представляет свою подготовку к бодхичитте, собственно, бодхичиту и следствие бодхичитты. Вот с этой точки зрения мы и стараемся здесь говорить о тантре. Любая другая точка зрения, может быть достоверная, может быть нет, есть разная, но мы их оставляем за рамками разговора. Ну, вот описывая общий контекст хармического пути, мы обобщенно говорили о двух базовых этапах. В начале пути, когда мы вообще начинаем думать, как же мне устранить свои страдания, практикуя тхарму, которую преподал Будда, в первую очередь исторический Будда, Будда Шакимуни. В начале нужно начать распознавать и постепенно искоренять искажения, умственные искажения, или то, что мы называем неблаготворными умственными факторами, а также омрачениями. Все три вещи здесь как синоним приводятся. Неблаготворный умственный фактор, омрачение, искажение. Как мне их распознавать и постепенно искоренять, и как мне искоренять неблаготворные модели поведения, или то, что мы связываем в буддизме с кармой, с компульсиями, которые подталкивают нас к совершению каких-то поступков и переживанию каких-то вещей. Самый базовый и простой уровень. Прежде чем ты начнешь интересоваться тантрой, прежде чем ты сможешь развить альтруизм, прежде чем ты сможешь вообще погрузиться в эти глубинные пласты практики, психопрактики, тебе нужно научиться контролировать самые базовые и простые свои импульсы. Например, по возможности воздерживаться от причинения вреда другим. Это, собственно, базис всей буддийской этики. Вся общая буддийская этика, как и светская этика, направлена на непричинение вреда. И вот с этим мы, в первую очередь, стараемся определиться. Например, учимся воздерживаться от классических десяти неблаготворных действий. Убийства, воровства, то есть присвоения неданного, немудрого и недоброго сексуального поведения, и всех остальных. На основе этого мы начинаем видеть, как наше неблаготворное поведение вытекает из наших неблаготворных состояний ума, и учимся работать уже с ними. Например, на первых парах видим, я очень склонен к гневу и раздражительности. Спрашиваем себя, или учителей, или источники, какие методы я могу применить, чтобы справиться с раздражительностью, как мне развить способность не поддаваться раздражительности. И применяем соответствующие методы. Смотрим на свое невротическое желание, или на свою невротическую тревожность, и спрашиваем себя, как мне справиться с тем-то и с тем-то. Находим соответствующий метод, и применяем его, чтобы постепенно искоренить соответствующие искажения. То есть в целом, вначале, приводим себя к адекватному состоянию, к некому состоянию равновешенности, на основе которого уже дальше можем поставить следующий вопрос. Здесь можно привести аналогию со современной психологией. В современной психологии есть два явно видимых пласта. Один пласт мы скорее ассоциируем с клинической психологией, а клиническая психология задается вопросом о том, как привести человека к состоянию в среднем нормальном. Грубо говоря, как человеку, который страдает от самого разного рода навязчивых неврозов или психотических состояний, помочь стать адекватным и нормальным членом общества. И это вполне закономерный вопрос. Он очень важен, когда мы говорим о людях с психотическими расстройствами, скажем, о тех, у кого проблемы с множественными субличностями, о тех, у кого шизофрения, навязчивая паранойя и так далее. Все эти разные вещи помогает клиническая психология решить. Но клиническая психология ограничена, потому что она не ставит вопрос о том, уж куда идти дальше. Вот мы вернули, скажем, медикаментозным или с помощью каких-то методов диалоговой терапии, самые разные бывают варианты, человека из психотического состояния в условно-функциональном. Вот он такой же, как мы, нормальный член общества, уже не бросается из окна, не слышит голосов, не одержим идеей о том, что она племет. Вот он стал как бы условно нормальным. Что дальше? Человек оказался в тех же условиях, что и все остальные. У него также есть свои страдания и радости. И эти страдания клиническая психология уже не может в полной мере устранить. Она не ставит вопрос о том, как полностью искоренить все виды стресса или депрессии, или негативные эмоции и так далее. И не ставит вопрос о том, как в полной мере раскрыть потенциал к переживанию позитивных состояний ума. Не смысле начать истерически смеяться все время, как дурачок, и радоваться вещам, которые нет. Нет. С точки зрения того, как, например, раскрыть свои таланты, способности, дарования, в том числе способность к переживанию того, что называли мы много раз и в демонии, глубинным внутренним благополучием. Вот этот второй вопрос, вопрос о том, как все эти вещи, что это как раскрыть свой потенциал и достичь исключительного уровня благополучия, ставит, например, школу позитивной психологии, которая резко уже отличается от клинической. Позитивная психология, ну, это такие, в первую очередь, Мартин Селлиман, многим известный, в том числе по своим трудам, переведенным на русский язык, и по своему участию в диалоге между буддизмом и наукой. Но, на самом деле, там большое количество исследователей. Позитивная психология спрашивает, как развить исключительные уровни благотворных состояний ума. Например, некоторые исследования позитивных психологов посвящены именно таки развитию альтруизма. Как современная психология может объяснить смысл альтруизма, его значимость и методы его развития, если он действительно зачем-то нужен? Вот этими вопросами занимаются, в том числе, позитивные психологи. А для нас, как буддистов, и тех, кому интересен буддизм, это второй уровень нашей практики. Вот мы немножко обуздали свои неблаготворные состояния ума и модели поведения, а дальше начинаем что-то развивать. И мы начали обсуждение этих самых методов развития с техник развития сосредоточения. Мы развиваем пластичность своего внимания, навыки владения вниманием. Затем поговорили про методы развития доброжелательности. Собственно, две из лекций в этом цикле так и назывались. Не помню, как они назывались. Одна была про развитие сосредоточения, другая про развитие любящей доброты. Собственно, первые практики из этого спектра, которые мы начинаем применять, не просто уже обуздывая, но и взрывающая стабилизация ума. Она называлась вторая любящая доброта. В 179 и 10 лекции. Но от этого развития самых базовых вещей, таких как базовое податливое внимание, базовый уровень любящей доброты, мы переходим к развитию их исключительных уровней, когда доходим, например, до развития качества в буддизме, известного как бодхичитта. Но стремление к достижению состояния Будды ради блага всех живых существ, а затем на основе этой бодхичиты развиваем исключительные 6 или 10 качеств, которые называются парамидами или далеко ведущими практиками. Если это список из 6, то мы, соответственно, называем исключительную щедрость, исключительную нравственную самодисциплину, исключительное терпение, исключительное радостное усилие, исключительное сосредоточение и исключительную мудрость относительно природы я и явлений. Если мы разверстываем этот список до 10, в санскритской традиции, в палийской традиции приводится другой список из 10, то также добавляем туда способность к применению силы, особых сил и способностей, способность зарождению блага устремлений, способность применения искусственных средств и, наконец, исключительно изначальное осознавание. У нас получается тогда список из десяти особых талантов, которые мы стремимся в себе развить, чтобы стать полностью совершенным Буддой. И вот, соответственно, эти два уровня. А что мы, по большому счету, осуществляем немножко с другой точки зрения? Развиваем уже упомянутые нами в предыдущей лекции крылья метода и мудрости. Опять-таки, наша картинка с сидящей женщиной, которую рисовал Эбет Хандер Сентай. У женщины этой крылья, и образ нам знакомый хорошо из нашей идеохристианской традиции, что это за крылья в буддийском понимании? Крыло мудрости и крыло сострадания, которые птице необходимы. Или крыло мудрости и крыло метода. Потому что под методом, в зависимости от контекста, в буддизме могут подразумеваться доброжелательность со всеми ее вариациями, или блаженство. Блаженство подразумевается под методом только в тантрических учениях, только самого высокого уровня. Соответственно, мы параллельно развиваем то, что относится к постижению глубины и основополагающей природы. Мы в предыдущей лекции подробно по этому поговорили. И то, что относится к выражению этой природы. И это очень понятное, на самом деле, сочетание. Даже в парийской традиции, где также присутствуют оба крыла, и они также подчеркиваются значимости того и другого, говорится некоторыми учителями, а в особенности на современном этапе, когда приходится говорить на понятном западном человеку языке, говорится, что видение взаимозависимости всех явлений – это мудрость, а доброжелательность – это естественное выражение видения этой взаимозависимости. Чем больше я понимаю, что мы все неразрывно между собой связаны причинами и условиями, человеческим социумом, эффектом мотылька, вообще тем, как все во Вселенной устроено, кто-то там в Венере, соответственно, уронил камушек, и вот, нать вам, не того президента в Америке. Выбрали, соответственно, все, Вселенный конец, Трамп всех уничтожил. Эффект мотылька, да, в классическом понимании. Всеми этими вещами между собой связаны. Чем лучше мы это осознаем, тем больше мы видим. Нет возможности не быть доброжелательными. Недоброжелательность – это нездоровый, неадекватный реальностью вариант. Отсюда знаменитая история, которая приводит в качестве примера, гипотетическая ситуация, которую в качестве примера приводит Роберт Турман, но которую, наверное, даже чаще пересказывает его подруга Шерон Сальцберг, один из главных экспертов в области практики любящей доброты в наше время. Из примера о том, как мы вот едем в Нью-Йоркской подземке, но представим, что в Московской, и прилетают марсиане, утягивают наш вагон и запечатывают его где-то в измерении Х, как в черепашках ниндзя, и вот мы теперь в этом вагоне будем жить вечно, всегда вместе и никогда не умрем. Что, соответственно, единственное можно предпринять, если кому-то страшно – успокоить, если кому-то хочется есть – накормить, если кому-то хочется съесть – усадить и так далее. Это единственный здоровый вариант. Мы выживем только, если будем способны к кооперации. Все фильмы ужасов про то, как нам все друг друга уничтожают, и «Повелитель мух», «Голдинга» и все остальное – про то, что случается, когда мы не включаем свой неокортекс и не проявляем свою способность к кооперации. Все истории успеха про выживание, про включение неокортекса и про проявление нашей способности к сотрудничеству. Это естественный вывод из понимания взаимозависимости нас всех. Даже в этом помещении, соответственно, если мы начнем друг друга бить, то ничем хорошим это не закончится. То, что мы можем вместе предпринять что-то хорошее, например, поговорить про буддизм, основывается на нашем сотрудничестве, а сотрудничаем мы потому, что мы понимаем нашу взаимозависимость. Чем больше вклад я делаю в благополучие каждого в этом помещении, тем больше всем в этом помещении благополучно, включая меня. Если мы этого не понимаем, мы, соответственно, действуем как-то иначе и сами себе создаем проблемы. Например, мы работаем в закрытом коллективе. Начинаем сплетничать у других людей, создаем атмосферу недоброжелательности или начинаем принижать других людей, создаем атмосферу недоброжелательности. И потом очень удивляемся, что другие люди нас не любят, вдруг как-то вся команда уволилась, что это такое, как это объяснить. Не могу понять, как такое получилось. Мы просто не поняли базовую взаимозависимость, не поняли, как мы сами влияем на профессионалы. Происходящее в коллективе в целом. Туда же относится и понимание, например, нейрофизиологического эффекта заражения. Это уже очень важная вещь. Но чисто прикладные примеры. Того, что наше настроение, даже если мы не выражаем его вербально, как установили психологи, передается другим. Так работает наша нейрофизиология. Если я приду на работу, захлопну за собой дверь кабинета и буду сидеть и сдачать негатив, в силу того, что другие люди считывают мою мимику, в силу того, что их нейрофизиология за счет считывания мимики вызывает у них сходное настроение и так далее, в силу всех этих вещей скоро всем в офисе станет как-то фигурой. Пришел начальник и всем опять заседание правления, всем опять потому, что кто-то один сидит и источает негатив. Или несколько людей источают негатив. Или вот в рамках общества собираются люди толпами в каких-то местах и выкрикивают лозунги ненависти. Ненависти к каким-то меньшинствам, ненависти к другим нациям, ненависти к таким, ненависти к сяким. Очень понятный эффект. Нам всем он хорошо знаком. Мы все знаем, какой силой обладает ненависть, хотя бы на примере фашистской Германии. И в то же время почему-то не осознаем противоположную ей силу любящей доброты. Посмеиваемся иногда над людьми, когда они ходят там медитировать вместе на любящей доброте или ходят на курс по состраданию или что-то такое прочее. Ой, да кому это нужно? Там все сиди, эти добрые мысли, думаете, ха-ха-ха, как смешно. Что ж сравните с людьми, которые собираются вместе и кричат лозунги ненависти. Есть эффект на общество? Однозначно. Но при этом мы в силу своего скепсиса и того, что нам неловко признать значимость доброжелательности, отвергаем значимость доброты, не вовлекаемся в нее, и потому у нас все так плохо. Вот, соответственно, еще один ответ на вопрос о том, кто виноват и что делать. По мере развития крыльев методы и мудрости они все больше вступают между собой в честное взаимодействие. Чем глубже мы развиваем мудрость, тем больше видим взаимозависимость, а стало быть, доброжелательность оказывается естественным выводом. Но именно наоборот, чем больше мы развиваем альтруизм, тем больше видим. Мы не сможем реализовать цель этого альтруизма, не сможем избавить существ от страданий и принести им счастье, если не поймем природу я и явлений. Здесь-то нам нужна вся развернутая цепочка буддийского анализа, которая объясняет, без понимания природы я и явлений возникают все остальные омрачения, в силу этих омрачений возникают все страдания. Если мы не поймем основополагающую природу реальности, то мы так и будем подвержены всем омрачениям и не сможем ни себя освободить от страданий, ни других существ. Сколько не желай всем счастья и свободы от страданий, если не видишь точку приложения усилий, если не видишь, в какой умственный фактор нужно ударить, чтобы вся машина страданий распалась, то так и твое страдание останется без зубов. Можно сколько угодно приумножать свои блоги хлеба, раздавать пищу и все остальное делать, но если не нанесешь удар по основополагающей причине страданий, страдания никуда не делятся. В этом логика соединения альтруизма и мудрости на пути Махаяна. Чем больше возрастает наша бодхичита, устремленная к благополучию ради всех живых существ, тем больше она вызывает в нас желание распознать природу реальности. Поэтому часто речь идет о двух бодхичитах. Относительной бодхичитой мы называем вот эту, которая про альтруизм, стать Буддой ради блага всех живых существ, а окончательной бодхичитой, окончательной в том смысле, что она вытекает из первого, мы называем само распознавание природы реальности. И только когда две эти бодхичиты относительно и окончательно объединяются в едином контексте, в едином состоянии ума, на самом деле, неразрывно сливаются в нашем собственном сознании, мы и становимся полностью пробужденным Буддой. Поэтому еще один способ описать весь путь в тибетской традиции – это учение двух бодхичитов. Мы можем очень по-разному путь описывать, как вы помните, можем свести его к трем тренировкам. Нравственность, сосредоточение и мудрость. Можем свести его к трем основам пути – отречения бодхичитой и пустотности. Можем свести его к четырем отсещениям, к четырем расставаниям. Расстаться с привязанностью к этой жизни, расстаться к привязанностью к санцикаре в целом, расстаться с привязанностью к своей корыстию, к своими собственным интересам, и расстаться с цепляением за реальное существование явлений. Разные другие. Есть еще способы все обобщить. Но еще один из способов – это сведение всего к двум будхичитам. Альтруизм и понимание природы реальности. Все просто. Соответственно, мы взращиваем эти вещи, и они являются общими для всего пути Махаяна. По большому счету, два крыла есть, как мы сказали, и в южном буддизме, но пусть южный буддизм сам за себя говорит, и описывает эти крылья, как ему удобно, и описывает их общий контекст и так далее. Есть отличие, в особенности в том, что касается обоих крыльев, потому что только в северном буддизме есть концепция бодхичитты, и только северный буддизм рассматривает пустотность явлений. Южный буддизм сосредотачивает внимание на бессамостности я. В северном буддизме во всех традициях, скажем, если мы посмотрим на традицию чистой земли, на традицию дзен, которая чань и сон и тхен, соответственно, по-разному переводится, и на традицию тибетскую, со всеми ее суббариациями, там много субтрадиций, везде мы найдем эти два крыла метода и мудрости, везде указания о том, как их развивать, в большей или меньшей степени. Ну и прекрасно. Стало быть, вот мы их развиваем, шаг за шагом идем, и как мы описывали в предыдущей лекции, в особенности при развитии мудрости, мы постепенно будем приходить ко все более глубокому концептуальному пониманию природы явлений, а в конечном итоге добьемся бесконцептуального. Тем не менее, как мы сказали, путь этот может быть очень длительным. Концептуального понимания мы можем добиться достаточно быстро, ну, несколько лет, несколько десятков лет, интенсивные учебы, дебаты, все такое прочее, вот мы обрели верное концептуальное понимание хотя бы в рамках одной традиции. Это не так сложно. Для людей с тремя высшими образованиями это, в общем-то, дело плевое, потому что эти концепции ничуть не сложнее понять, если приложить к ним всю силу невероятного человеческого интеллекта, чем концепции, связанные с современной наукой. Но вот превратить это концептуальное понимание в неконцептуальное дело гораздо более сложное, потому что оно, помимо прочего, требует огромных накоплений из так называемой заслуги или позитивного потенциала, некой энергии, кинетической энергии в нашем уме, которая позволяет ум эффективным образом преобразовывать. И вот по мере углубления нашего понимания и накопления огромных объемов заслуги мы постепенно сможем, продвигаясь по пути, пройти через, как мы сказали в прошлый раз, так называемый путь применения и в какой-то момент обрести прямое переживание пустотности, вступив на путь видения. Дальше нам останется пройти так называемый путь видения и путь медитации, и в конце концов мы достигнем состояние Будды, которое также называется путем неучения боли или путем боли и неучения. Соответственно, вот он этот контекст, и в рамках него мы можем продвигаться очень медленно. На самом деле, сейчас про это подробнее поговорим, про то, как медленно или быстро мы можем двигаться. Здесь-то и вступает в действие тантры, именно поэтому она нам интересна. Ведь общий контекст одинаковый, казалось бы, какая резость, какой метод применяешь? Вот про это и нужно понять. Но еще один важный вопрос, связанный с практикой тантры и тем, зачем она вообще нам нужна, это вопрос про нашу самоидентификацию на пути. Вот, скажем, это опять-таки возвращает нас к теме овеществления, которую мы только что обсуждали в предыдущей лекции. Мы все овеществляем, такова наша естественная склонность или привычка, которую мы с безначальных времен не пытались ни разу подорвать. Овеществляем внешние объекты, которые на самом деле со своей стороны никак не существуют, лишь являются сконструированными нашим умом на основе чувственных данных. Та-та-та-та-та-та-та, все это подробно мы описывали. Овеществляем других людей, разумеется, вот ты такая, как вещь себе, обведенная жирной чертой, вот такое у тебя свойство, эдакое свойство, еще эдакое. В лучшем случае. В худшем случае мы вообще не изводим человека до функции, которую он применительно к нам осуществляет, и отрицаем все остальные черты. Мы обесчисляем одну только функцию человека, даже не личность в целом. Например, это моя горничная, ее единственное, для чего она нужна, это менять простыни раз в две недели. Вот, мы, соответственно, не изводим человека до этой функции, закрепощаем его, и все. Тоже очень знакомый нам из исторических источников, достаточно говорить, литературу, художественный пример. Низведение человека до функции, его притеснение связано с этим, все такое прочее, очень хорошо известно нам по литературе реализма. Ну и по нашей собственной жизни тоже мы все в себе это можем замечать. К тому, один из примеров, который часто приводится на современном этапе, это пример с низведением человека до сексуальной функции. Одна из проблем, которые все чаще всплывают в современном обществе. С тех пор, как, так скажем, возможность приятно провести время оказалась от нас на расстоянии вытянутых пальцев, в том смысле, что достаточно использовать свой смартфон, нажать несколько кнопок, и вот уже можно приятно начать проводить время, с этих пор в особенности усилилась склонность во многих из нас к низведению человека до сексуальной функции, уже даже не до социальной. Потому что я в социальной, ну ты приятный собеседник, которого я там вижу в английском клубе для джентльменов, раз в неделю мы с тобой пьем грок или пунш и обсуждаем стрельбу в кабанов из ружья. Еще ладно. Но если ты становишься просто физиологической функцией, которая там что-то сделала так, что стало приятно, выбросились эндорфины, выделились физические жидкости и так далее, все, до свидания. То дело совсем плохо, потому что такого рода низведение делает нас совершенно нечувствительными к другим, мы теряем способность к эмпатии с огромной скоростью, плюс, в буквальном смысле, наступаем другим людям на ноги, потому что может быть другой человек, ладно, там этот джентльмен, с которым мы про кабанов говорили, он вряд ли от нас ждет чего-то исключительного, но в случае с тесным физиологическим контактом, с другой стороны, могут быть романтический интерес, какие-то чувства, переживания и так далее, а мы все это не замечаем, игнорируя, обесчисляя человека вокруг той функции, которую он осуществил, и, соответственно, дальше уж совсем все плохо. Человеку может быть очень больно, а нам все равно, человек может выброситься из окна, а нам все равно и так далее. И в том смысле, что нужно было пойти жениться. Речь не о ханджинской морали, а о какой угодно такого плана морали, а речь здесь о том, что наша склонность к обесчислениям здесь срабатывает вот так и приводит, как минимум, к утрате эмпатии, а стало быть, ко все большему количеству людей в обществе, которые страдают от острого чувства одиночества, брошенности, ненужности, чувствуют себя грязными, использованными и так далее. Пророждают широчайший спектр психологических проблем и социальных проблем в том числе. Ну и также со всем остальным примером про социальные сети и людей, которые лишь квадратики пикселей и буковки на экране, мы тоже много раз говорили, тоже одно из частных проявлений этого рода веществления. Ну, разумеется, и себя мы о веществе в ничуть не в меньшей степени. Хотя мы и можем говорить, ну так, на совсем примитивном уровне, да, другие просто функции, а я вот сложно, устроенная личность, духовно богатая и все такое прочее, мы не функционируем, как если бы мы осознавали себя, как духовно богатую сложную личность. Мы себя точно так же раскладываем до набора функций, обесчисляем какие-то конкретные свои черты, и отсюда-то наши постоянные перекосы в самооценке. Отсюда-то очень хорошо известная нам по-западу, она в меньшей степени характерна была для азиатских обществ, проблема бутерброда из самооценок. У меня завышенная самооценка, потому что она заниженная, потому что она завышенная, потому что она завышенная, очень хорошо рассчитывается, может быть, даже не на нас самих себя сложнее всегда, а на других. Вот человек заносчивый такой, лев в классическом смысле, Но под этим кроется неуверенность, но под этим кроется заносчивость, но под этим кроется неуверенность, но под этим кроется заносчивость. Просто эти неуверенности и заносчивость могут быть приделаны к разным чертам личности человека. Печа-буддизм заносчивость описывает как, или высокомерие, или гармония, описывает как очень конкретный умственный фактор. Раздутое чувство, а чувство я раздутое относительно других на основе произвольного набора признаков. Например, мое высокомерие – это моя заносчивость относительно вас на основе того, что у меня одежда более красная, чем у большинства присутствующих. Признак может быть абсолютно любым. То, что я способен говорить на таком языке или на таком, или волосы у меня светлее, или нос длиннее, или глаза зеленее и так далее. Абсолютно любые признаки или наборы признаков. Вот у меня такие зубы, они сякие, вот у меня такая работа, они такая. Все что угодно может выступать основой для этого высокомерия. Но главное, что я чувствую свое превосходство относительно других. Это все в нашем уме делает один конкретный умственный фактор. Но этот умственный фактор может быть привязан на разных слоях к разным вещам. Я чувствую себя превосходящим других. Почему? Потому что в личной жизни нет никого неудачливее меня. Почему? Потому что на самом деле я умнее всех остальных, и никто не способен понять богатство моего интеллекта. Ну и так далее. Тут можно было еще бы напридумывать, и это, конечно, смешно, если бы не было так грустно. Но при таком глубинном анализе мы видим эти слои в себе или в других, и ничего хорошего эти функции ума нам не приносят. Они абсолютно бесполезны. То есть они не приносят нам счастья, приносят нам страдания. В этом смысле они даже вредны. И, разумеется, они никак нас не ведут по духовному пути и так далее. Это все не более чем препятствие. Но просто осуждать эту гордунь тоже бесполезно. Просто говорят, о, плохо быть гордым, нужно быть смиренным, поэтому встань коленями на горок срочно. Или там говори себе, я хуже всех, я хуже всех. И так далее. В этом еще одна проблема. Потому что при всем глубочайшем уважении к христианской традиции, и в особенности к ее методу психопрактики, в особенности к порвенной христианской медитации и так далее, вот этим всем вещам, которые теперь переживают взлет и возвращаются на широкий план. На массовом уровне иудео-христианская парадигма привела людей к неблагоприятным психологическим последствиям, когда конкретно с точки зрения упора на доктрину первородного греха, на том, что родносмирение нужно принижать себя, на то, что противоположность эгоизму – это ненависть к себе и так далее. Вот эти все мысли буддизма глубоко чужды. Буддизм говорит, да, эгоизм – это плохо, но его противоположность – это не ненависть к себе или не осуждение себя за эгоизм. Да, высокомерие – это плохо, но противоположность высокомерию – не принижение себя и так далее. Да, плохо считать себя Богом, но в равной степени неудачно считать себя грязным грешником и так далее. Буддизм – это иная точка зрения на этот вопрос. К большому счету у христианства мистического тоже совсем другая точка зрения. Но на массовом уровне вот эти идеологемы, эти шаблоны могут очень существенно сказываться на социальное поведение, на психологию общества в целом и так далее. И это все приводит к вот этим ненужным последствиям. В чем они состоят? В том, что мы закрепащи, овеществляем себя применительно к своим неблагим качествам. И здесь есть две крайности. С одной стороны, просто отрицать свои недостатки, думать, «Нет, я вот такой весь спонтанный, да, я немножко гордый, вспыльчивый, тра-та-та-та-та-та, но меняться я не буду по этому поводу. Так что нечего мне что-либо на этот счет говорить». Ну, понятное дело, крайность. Отказ от изменений, потому что вызванный тем, что мы думаем, вот он я какой, пусть мир примет меня, а кому не надо, те сами дураки. И это общество тиражирует. Мы очень много можем увидеть в таких глубоких источниках мудрости, как наши аккаунты в соцсетях, цитат такого плана. Ну, не только там меня сложно найти, легко потерять, невозможно забыть, но и, соответственно, не трать свое время сильно тех, кто не принимает тебя такой, какая ты есть. Ну, это, соответственно, не только в соцсети нам рассказывают, но и журнал «Лиза», и журнал «Бурда», и журнал «Космополитен», и, соответственно, и так далее. Некоторые журналы нам наоборот рассказывают, что нужно поменяться, и вести, соответственно, 40 килограмм, привести 180, если вы девочки, и так далее. Но это уже другая история. Вот. Хотя я очень иллюстративная, потому что одна сторона – это полное отрицание своих недостатков или их признание и отказ меняться. Одна крайность. А другая крайность – это «Вот у меня есть эти недостатки, а стало быть, я плохой точка». Обесчисление себя, применительно к своим неблагим качествам, привычкам, помыслам, эмоциям и так далее. Причем обесчисление, которое также нас обездвиживает. Мы настолько преисполняемся унынией из-за того, что «Вот во мне есть этот гнев, и это желание». И это желание, причем, одна из тех вещей, которые в нашей культуре вызывают особый стыд и особое мучение. Потому что гневным в иудео-христианской среде быть еще можно. Крестовые походы, и вообще всех нужно осуждать, нужно кричать сам вон, что геев нужно сжечь, и вообще всех расстрелять нужно, и вообще все круглого получились на нашу страну. Это как бы все оправдывается. Но вот желание, упаси Боже, не дай Боже, ты возжелал ближнего своего, или там плотских радостей, таких как замороженный йогурт и так далее. Ну, машины можно, соответственно, а вот этого уже нельзя. В общем, не в том смысле, что как-то сама традиция исходная это оправдывает, но это, безусловно, присутствует на уровне массового мышления и на уровне дискурса. А в силу того, что у нас так в обществе стыдно чего-то желать, мы так преисполняемся стыда за свое желание, что у нас спускаются руки, и даже когда мы пытаемся практиковать буддизм, мы с этими опущенными руками так и стоим. И вот годы идут, а мы все такая же грешница, прости Господи, пишем в своем дневнике. Прости Господа, я такая грешница, я все желала то, изменила этому, пожелала того, не пошла сюда. Просто все так же преисполнена стыда, и потому мы не можем заставить себя измениться. Заставить в хорошем смысле. Не принудить, не форсировать, не вынудить себя насилием, а за счет просто мягкого и постепенного делания одного шага за другим. Нас обездвиживает этот стыд, который в нас внушила наша культура, или который просто присутствовал в нас в силу наших изначальных отпечатков. Стало быть, чтобы противодействовать этой другой крайности, крайности, в которой мы закрепощаем себя в своей негативной самооценке, мы стараемся найти золотую середину. И опять наш любимый методологический прием. Обозначить крайности и найти срединный путь. Один из главных методов, которым учил Будда. Нужно найти две точки и пройти между ними. Две крайности мы обозначили. Либо отрицание недостатков, либо, да, недостатки есть, но я меняться не буду, кому очень нравится, сами идите хлебать еще лаптем. Соответственно, другая крайность. Ой, я такой грешный, что не могу измениться. Я всегда буду грешным и грешным. При Будду и вообще я сгорю в аду, такой я грешный. Грешный я. Другая крайность. Что между этими крайностями сокрыто? Здоровое признание своих недостатков без излишнего отождествления с ними. Грубо говоря, во мне есть гнев, но гнев не равно я. Во мне есть желание, но желание не равно мне. Для того, чтобы развить это воззрение, махаинская традиция в целом, и тхировадинская традиция в целом, предстоит нам очень большое количество методов. Например, все методы медитации на непостоянстве, в том числе, приводят нас к этому благотворному психотерапевтическому выводу. Чем больше мы медитируем на тонком непостоянстве своего ума, тем лучше мы понимаем, что он не является вот именно таким, как сейчас, закрепощенным, неизменным, жестким, неподатливым. Махаинская традиция также к этому добавляет медитацию на природе Будды. Чем лучше мы осознаем концептуально даже, что такое природа Будды, понимаем две составляющие, которые мы описывали в 12-й беседе и так далее, как это там у нас все спрятано, и как оно именно существует, что это не волшебный желтый человечек там внутри сидит в шапке с желуди, а конкретные факторы, которые мы просто называем природой Будды и так далее. Чем больше мы это понимаем, тем больше осознаем. Вот моя глубинная природа. Моя глубинная природа – это не омрачение, это вот эти вот наборы факторов и явлений. Соответственно, исчезает наша привычная склонность к тому, чтобы цепляться за помраченные вещи, помраченные факторы своего сознания. А стало быть, мы можем начать делать шаг за шагом, мы уже не так отягощены вот этой мучительной неподатливостью своего ума и тем, что мы такие грешные, и все плохо меняется и так далее. Медленно мы как-то развиваемся, за 10 лет прошло, а мы все еще иногда сердимся, все еще иногда поддаемся желанию, все еще иногда поддаемся страху, начинаем себя за это корить и ненавидеть. Нет, мы начинаем здорово оценивать ситуацию, узнаем, что если мы с безначальных времен были такими помраченными, чего ждать, что даже за 10, 20, 30 или 40 лет мы полностью все искореним. Нужно смотреть на динамику, а не ожидать быстрого результата. И делаем шаг за шагом, и так продвигаемся. И, соответственно, в рамках этого, если мы идем длительным путем, тем, что в Махаяне описывается как длинный путь, то на то, чтобы постепенно искоренить все свои недостатки и развить все благи и качества, вот эти две сейчас отбрасываемые и принимаемые, у нас может идти очень много времени. Минимум, которым у нас может найти с мгновения порождения Бодхичиты, именно с мгновения порождения подлинной, неизмышленной Бодхичиты, до достижения состояния Будды, это так называемые три неисчислемых иона, где одним неисчислемым ионом называется продолжительность Вселенной гораздо больше, чем существование одной Вселенной от Большого Взрыва до Большого Схлопа, если мы вообще допускаем, что они есть, это Большой Взрыв и Большой Схлоп. То есть очень много времени у нас идет. Минимум. Три неисчислемых иона — это минимум, как объясняется традиция. Это не общий срок для всех. Иногда так... Ну, а вообще на этой описывании люди путаются, думают, что вот каждый, кто идет путем Махаяны, пройдет его длинным путем, пройдет его именно за три неисчислемых иона. Нет. В классический текст говорится, что это именно самый быстрый вариант. Именно так достиг просветление наш исторический Будда Будда Шакимуни. У него была исключительная мощность сострадания, и за счет этой исключительной мощности своего альтуизма он прошел путь очень быстро, за три неисчислемых иона. То есть там какая-то приводится цифра — 10 в какой-то очень сложной степени, и вот это вот и есть количество лет, которые составляют один неисчислемый ион, и вот это умножить на три будет три неисчислемых иона. Все равно это относительно быстро, потому что это был быстрее, чем безначальность и бесконечность. И все равно это относительно весело, потому что ни в какой момент после порождения подлинной Батхичитты мы не будем считать, что мы тратим пустое время, не будем скучать, не будем ковырять в носу, не будем жаловаться на то, что время так идет. Нет. Весь наш путь будет заполнен исключительно увлекательными событиями. Если кто-то читал Джатаки или «История о прошлой жизни Будды», то знает, что они гораздо занимательнее, чем любой сериал, который можно на Netflix посмотреть, потому что там такая движуха, что будь здоров. То же самое было со всеми Буддами. Так что ни в какой момент на пути Батхисаттва нам не будет казаться, что мы это как-то в пустое тратим время или медленно идем. И тем не менее, путь все равно разумеется очень значительный. Как минимум три нечисленных ион, может быть, и гораздо длиннее. И это все еще с момента возникновения в нашем импорте на неизмышленный Батхичит. А до этой Батхичитты еще пахать и пахать. В общем, скучать не приходится, длинный путь, да, и он одновременно нас в каком-то смысле и преисполняет чувство того, насколько грандиозна задача, да, вот сколько представится, что ведь не просто все это, ну что ж, придется катать рукава. То есть мы одновременно перестаем расслаблены и по-фигисти все ко всему этому относиться. Ну так, знаете, как дзен для тех, кому за 30. Дзен за 30 минут. Покупаем мы книжку в магазине и думаем, а, ну что, тут все просто, и вот можно, да и вообще могу поехать там в Японию, у меня там кто-нибудь туфлей по голове стукнет. При том, что в Японии дзен переживает далеко не самые лучшие времена в последние столетия. То есть там некоторые иконские учителя даже отмечают, что в Америке практика дзен гораздо сильнее, и в Германии практика дзен гораздо сильнее, чем в самой Японии. Но дело не в этом, а вот мы так думаем наивно. Поеду я в Японию, там, в Корею или в Китай, или даже в Тибет, приду на посвящение какому-нибудь ламе, он мне там покажет кристалл, скажет слово «хэт» или с туфлей меня стукнет, и я сразу обрету прозрение в правду реальности, ну а дальше там, да, с тобой не буду же рукой падать. Думаем мы. Поэтому ты его с тех, что дал, ламой говорит. Нет, вы лучше думайте про тренин счастливых иону, пожалуйста. Это вам даст здоровую оценку ситуации. Потому что наидеется, что туфля нас приведет к просветлению, наивно. Некоторых, может быть, и да, но это подавляющее меньшинство. Подавляющее большинство придется идти долго мучительно. А с другой стороны, это нас расслабляет. Мы понимаем, что ж, если я буду и стану через тренин счастливых иона от порождения Бадхичита, а я пока только ее учусь развивать, мне не нужно от себя требовать слишком нового. Мне все равно нужно идти шаг за шагом, если шаги не будешь делать, то даже Бадхичит ты не разовешь. Но можно немножко расслабиться, не мучить себя невротическими ожиданиями. Это, соответственно, то, что касается этого длительного пути. И есть в то же время быстрый путь. И этим быстрым путем, разумеется, и называется сама тандра. Тандра существует в северном буддизме не только в Тибете, но она сохранилась также и в Японии. В Японии она играет довольно большую роль. Одна из школ японского буддизма, школа Сингом, практикует тантрические методы, которые параллельно одному из уровней тантрической практики в Тибете. Именно поэтому японцы любят визиты его с Тейшской Далламой и просят его конкретных посвящений, которые являются общими для японской и тибетской традиций. И получают его конкретных тантрических практик. Вот. Передача этих методов. Соответственно, она была также когда-то тантрической практикой в Китае, но там она вымерла из-за решений императоров, которые восприятили эту форму буддизма. В Корее она не присутствует самостоятельно, но корейские буддисты, как и вьетнамские, ездят на учении его с Тейшской Далламой и других частей, и так получают эти методы. Поэтому некоторые из корейских монохов и монахи не практикуют тантру, но уже через тибетский подход. Но, разумеется, в монгольском и калмыцко-бурятско-тубинском буддизме, которые производны от тибетского, тоже тантр есть. Вот. Соответственно, в целом, по мере, в северном буддизме она так или иначе в разных странах присутствует. При этом, я, разумеется, уже с чисто буддологической точки зрения, с точки зрения науки, говорим о том, что в большинстве своих учений от тантры сохранились именно в тибетской традиции, нигде их нет в такой полноте. В японской традиции есть только отдельные уровни, в тибетской традиции все. Все многообразие тантрических учений, которые существуют, буддийских тантрических учений, все остальные мы оставляем за грани, как мы говорили. Буддийские тантрические учения, которые были в Индии до XII века включительно, все были принесены в Тибет, и там очень бережно сохранены. Не все из них практикуются, потому что уж слишком много, чтобы можно было практиковать. Но самые координационные магистральные, самые значимые, причем разных уровней, сохраняются, бережно передаются и продолжают применяться для того, чтобы быстро пройти по пути. Но почему мы вообще стремимся пройти по пути? Быстро. Почему не ориентируемся всегда на три неисчислимых вода? Некоторые, безусловно, ориентируются и даже должны ориентироваться. Опять же, тибетская традиция в целом всегда говорит, ни в коей мере нет императива относительно тантрих. Нигде не сказано, что все практикующие должны обязательно практиковать тантру. Некоторые люди ошибочно развивают такое представление в связи с тем, что в Тибете практически все практикуют тантру, потому что весь тибетский буддизм был пронизан практикой тантры. В Тибете практически не было ни одного жителя, который никогда не получал бы тантрических посвящений, либо буддийских, либо бонских, если это были представители бона, которые в Афин параллельно этому струклили. Но то, что все в Тибете практиковали тантру, не значит, что всем нужно практиковать ее вообще. Нет. Учителя на современном этапе подчеркивают, можно практиковать тибетский буддизм, ограничиваясь уровнем параметаяна, уровнем бодхичиты и шести далеко ведущих практик. Если вы чувствуете, что это именно ваш подход. Если вы знаете, нет, тантра мне не по зубам, меня больше вдохновляют мысли о длительном продвижении по пути, о трех нечислимых ионах и так далее, замечательно. Не насилуйте себя, не принуждайте к себе к тантре. К тантре нужно быть глубоко, внутренне готовым. Это я слышал от многих учителей. Соответственно, это мы оговариваем, но при этом спрашиваем, а что некоторые люди-то вообще рвутся в это тантрическое хучей? Ответом не должно быть являться стремление к личной эго самоактуализации. То есть не должно быть стремление всем быстро доказать, какой я классный. А это иногда случается. Люди иногда... Ну, мы знаем, что иногда бывает, что буддизм ложится у человека на уже устоявшийся в хорошем смысле жизненный контекст. У человека есть какие-то отношения, есть какая-то карьера, есть какие-то увлечения, есть какие-то друзья и так далее. То есть в целом в жизни эти основные зоны, как бы по пирамиде Маслова, проработаны. И буддизм становится настройкой, потому что он помогает человеку реализовать глубочайшие свои устремления, которые не решит просто с помощью друзей, карьеры, семьи, детей и тому подобных вещей. Это превосходно. Но иногда случается, что людей буддизм, как и любое другое религиозное учение, притягивает именно в силу того, что многие элементы пирамиды Маслова, обобщенно говоря, не проработаны. У меня нет карьеры, не получается все сделать, друзей нет, и любви нет, и вот этого нет, и вот этого нет, и вообще ничего нет. Поэтому, чтобы всем доказать, что я не совсем неудачник, я брошусь с головой в буддизм. Часто именно на основе этого люди особенно ильяно бросаются в тантры, потому что, ну, чтобы всем быстро доказать на уровне этой жизни, а эго в этот момент уязвленное эго озабочено только этим. Чтобы всем быстро доказать, что я суперкрутой йогин, нужно обязательно реализовать радужное тело, например, а чтобы растворить свое тело в пространстве света. И вот все тогда узнают, какой я был классный йогин, а они все думают, что я просто неудачник. А чтобы это сделать, нужно практикать высшие уровни тантры, а соответственно я буду практикать высшие уровни тантры. Но поскольку я очень тороплюсь реализовать радужное тело и всем доказать, что я не просто неудачник, у меня нет времени на бодхичитту, пустотность, непостоянство, карму, привеющую, три драгоценности, это я не знаю, что это такое. Нет, я сразу буду практикать высшие уровни тантры. Лучше сразу, там, Закчен или Калачаку, или что-нибудь такое. Такое часто случается. С этим очень сложно что-то сделать, потому что, когда это уже все случилось, человек уже настолько в этом закрепощен, что нет никакой возможности никуда приткнуться, да и у человека нет никакого запроса на то, чтобы ему кто-то помогал. Он уже абсолютно убежден в том, что он делает все как нужно, пренебрегая всеми предшествующими этапами тренировки ума и уже бросившись в тантрыческие учения. Важно, чтобы мы хотя бы со своей стороны этой ошибки не допускали, потому что эта лекция имеет смысл только применительно к 15 и остальным, и она как 16-я не является более значимой, чем все предшествующие, или даже чем каждая отдельная предшествующая. Хотя мы говорим здесь о быстром пути, он представляет смысл только на основе всего предыдущего. В каком смысле он представляет смысл? Практика тантры нужна только тогда, когда развивая свое сострадание, мы дошли до нестерпимого его уровня. Уровня, который говорит, для меня нестерпима мысль о том, что существа будут страдать три неисчислимых иона, пока я медленно еду по пути. Мне прямо сейчас хочется освободить их от страданий. И это уровень сострадания, ориентированный не на эго, не брахма-вихара, как мы помним, не сострадание, которое присуще даже с буддийской точки зрения мирским богам, а сострадание не просто безмерное, обращенное ко всем существам, а и великое, полностью смещающее лопус внимания на других людей, а на других существ, всех существ, и принимающее при этом ответственность за их счастье и благополучие. То есть объектом сосредоточения являются все живые существа, и это сосредоточение исполнено состраданием, и чувство ответственности за свободу существ от страданий или за обретение несчастья, если я речу это великой любящей доброте. То есть мы не думаем ни про себя, ни «я великий такой, всем принесу счастье». Это неверное было бы умосостояние. Мы думаем, все существа страдают нестерпимо, поэтому я с маленькой буквы, не выделенная жирным шрифтом и так далее, сам принесу им счастье и свободу от страданий. Я предприму эти усилия. Здесь «я» используется не для того, чтобы себя выделить. Поэтому это очень тонкая надстройка ума. Здесь очень важно не скатиться в раздутое «я». Что легко может произойти, если неправильно медитировать на этих методах. Если раздувать свое чувство «я», 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 «великий бытий сад», «выщас», «воль света», «всех облучил лучами», «будут все свободны от страны», «та-та-та-та-та», в это легко впасть. И в то же время не скатиться в противоположную мысль, но будут уже много, они сами всех спасут. Поэтому я не буду ничего делать. Буду всем просто опять-таки желать хорошего. То есть от этих двух крайностей мы уходим, находя здоровый баланс. Баланс, где есть «я», принимающий ответственность. Но оно условное. Оно лишь обозначенное. Это опять-таки требует определенного уровня понимания пустотности. Оно лишь обозначенное. И все же принимающая ответственность за благовы и благоучие всех живых существ. Причем в такой степени, что нестерпимо ждать треничных ион, или еще больше, нужно сейчас достичь состояния Бога ради блага других. Вот на каком уровне нам нужна тантра, вот зачем она нам нужна, и вот единственное ради чего она нужна. Большому счету, опять-таки, как отмечают учителя, понимание пустотности в сутре и тантре одинаково. Нет, если мы, вот мы только что рассуждали про пустотность в предыдущий раз, установили, что стол там пустотен, коричневый плащ пустотен, мое ум пустотен. И в сутре и тантре эта пустотность абсолютно одинаковая. Нет никакого различия между пустотностью, которую постигает Архат, с точки зрения Цонкапы, не все с этим согласны, с точки зрения пустотности, которая постигает Архат, и пустотности, которая постигает Бодхисатра. И, в свою очередь, это уже общее объяснение, нет никакого различия между той пустотностью, на которой медитирует Бодхисатра, идущей треничным ион, и пустотностью, на которой медитирует тантрический практикующий, скажем, тантрический ведьядхара. Пустотность абсолютно одинаковая. Различается техника медитации на этой пустотности. Почему тантрическому видятхаре, видятхар буквально сейчас держатель знания, нужны более быстрые или интенсивные методы, потому что он не может ждать трения исчислимых ион, и настолько нестерпимо его или ее сострадание. Именно поэтому для практики тантры столь, может быть, важны, это уже от себя добавляю, очень хорошее знание методов развития четырех безмерных, четырех великих и бодхичитты. К сожалению, в среднем попалате ни в одной западной стране, включая Россию, включая Соединенные Штаты, люди, которые знакомятся с тантрой и начинают ее практиковать, как правило, не получают очень глубокой подготовки в область четырех безмерных, четырех великих и бодхичитты. Все эти вещи проговариваются, но они прилетают мимо ушей. А иногда даже они не проговариваются просто потому, что не все втисничь, не о всем просят. Очень большое количество буддийских центров в целом по миру просят великих тибирских вчителей давать подробное объяснение по развитию бодхичитты или подробное объяснение по развитию четырех безмерных, четырех великих и так далее. Подавляющее большинство буддийских центров просят о методах различных тантрических посвящений. Поэтому тут легко запутаться, но важно этого не делать, важно понять приоритетность. И вот, раз решили мы, что нестерпимо для нас ждать, так долго хотим скорее всех освободить от страданий, что делать-то нужно? Тантрические методы, как и методы Махаяны в целом, направляют наше внимание. Как вы помните, Махаяна делится на две подкоресницы – парамитаяна и тантраяна, или ваджаяна. Иногда люди говорят, вот есть хинаяна, основополагающая колесница, ну, классически, чаще это переводится как «малая колесница», но мы помним, что из тех, что нам противопросят это назвать основополагающей колесницей, чтобы не казалось, что она меньшая, это не меньшая колесница, это базис, без него невозможно никуда уехать. В том числе тантрой без Хинаяны невозможно. Затем идет Махаяна, и Махаяна разделяется на два уровня. Один уровень – это парамитаяна, колесница совершенства, та, которая нас учит развивать бадхичиту, и шесть совершенств, или десять совершенств практиковать. Если мы практикуем только парамитаяну, то мы будем ехать три месячные Махеоны минимум, но достигнем, разумеется, результата, как его достиг Буддаши Кимура. Если одной только парамитаяны нам недостаточно, мы можем также практиковать тантраяну, или ваджаяну, или матраяну, это три синонима. Тогда-то мы и применяем тантрические методы. Но мы не можем их применять в отрыве от бадхичиты шести совершенств или десяти совершенств. Если мы думаем, что тантраяна существует в буддизме в отрыве от парамитаяны, это в корне неверно, и это заблуждение развеивается во всех, без исключения, классических текстах. Более того, сами тантры, как мы видели в семинаре с четырьмя безмерными, указывают нам назначенность практики парамитаяны. Мы вспоминали цитату из Хиваджра-тантры, где сказано, во-первых, медитируй на любящей доброте, во-вторых, медитируй на сострадании, в-третьих, медитируй на сопереживающей радости, в-четвертых, медитируй на равностности. Хиваджра-тантры, это говорит, один из важнейших тантрических источников. Соответственно, мы видим неразрывность этих вещей, и если мы к тому предрасположены, можем также вступить на тантрический путь, у которого, в свою очередь, есть разные уровни интенсивности. На чем основываются все эти уровни интенсивности? На особой опоре на нашу природу Будды. Махаяна в целом опирается на природу Будды. Опять же, если кто-то был на семинаре про четырех безмерных, или посмотрит его в записи, там очень подробно мы рассматривали вопрос о том, как развитие четырех безмерных вытекает из природы Будды, или, как это можно назвать в светских понятиях, благое природы или основополагающей благости. Именно природа Будды описывается в буддизме как базис, обязательное условие для развития четырех безмерных. Это тоже очень важный тезис. Но тантра еще более интенсивно акцентирует наше внимание на нашей природе Будды, и призывает нас не просто на нее опираться и вытягивать из нее разные качества, развивая их, а использовать принцип отождествления. У нас уже есть природа Будды, и с функциональной точки зрения, это природа Будды идентична Тхармакая Будды. То есть, моя природа Будды, которая в зависимости от традиции может описываться либо как потенциал, точнее говоря, при описании природы Будды разные традиции делают больше упор, либо на идеи потенциала, которые можно развить, семени, которые можно взрастить, либо на идеи чего-то, что уже в полной мере развито и просто нуждается в раскрытии. Отсюда это вот и два подхода — раскрытие и развитие. Они различаются в том, как они смотрят на природу Будды. Оба описания достоверны, просто они смотрят под разными углами. Один думает, природа Будды — это в первую очередь семя, которое можно развить, но не исключительно семя. Даже подход развития не думает, что это просто семя. Все равно там остается один неизменный компонент, пустотность. А другой подход думает, это уже полное совершенство, его просто нужно выявить, нужно убрать все, что скрывает это совершенство. Как бы мы на то ни смотрели, с функциональной точки зрения, наша природа Будды и просветленные Будды, которые уже реализовался, идентичны, они по функционалу своему идентичны. И то, и другое пустотны, по большому. И тот, и другой. И наша природа Будды, и Тхармакая Будды пустотны. Здесь есть очень тонкий дальше анализ, который мы сейчас не будем вдаваться. Кто-то может посмотреть на эту тему объяснение достаточно очень дрон из цикла про практику Тар или из комментария на, скажем, текст Кунула Моримпачи «Драгоценный светоч», самоцветный светоч. Там вообще эти объяснения про 4К и Будды, про то, что такое Джняна Тхармакая, что такое Свабхавакая, что такое естественная частота, что такое... Вот там все это очень подробно объясняется, здесь мы на это не будем впадать. Важно не это, а в том, что наша природа Будды идентична по своему функционалу Тхармакая Будды, то есть его всеведущему уму. А стало быть, если мы будем особо мощным образом отождествлять... Нет, можно так сказать. В силу этого тождества мы можем опереться на свою природу Будды, как на сам путь. Вот что часто... Как это часто называется? Использовать плод как путь. Использовать конечное состояние Будды как путь, который к этому состоянию приведет. Это одно из описаний того, что делается в Тандре. А здесь найти мы можем три неисчислимых иона, как мы и сказали, мягко развивая и выявляя нашу природу Будды. Или на основе нестерпимого уровня сострадания, требующего быстрого просветления ради блага других, можем обратиться к этому самому быстрому пути. Быстрому пути, где мы будем использовать особые техники отождествления себя со своей природой Будды, таким образом, устраняя все ошибочное самоотождествление, избавляясь быстро от нашего отождествления себя как со своими негативными сторонами, самоопределения в качестве грешника или грешницы, будем быстро избавляться от всех этих вещей. И на основе этого быстрее достигнем плода. Соответственно, в зависимости от того, какой уровень тантры мы практикуем, конкретные тексты тантрической традиции могут говорить о достижении просветления за одну жизнь, или даже за несколько лет, за три жизни, семь жизней, шестнадцать жизней. Все зависит от того, какой конкретно уровень тантры описывается. Тантра чаще всего разделяется на четыре или шесть уровней, в зависимости от традиции, это отдельный интересный разговор. Ну и, соответственно, все, разумеется, определяется тем, какой мы практикующие. Кто-то хорошо практикует, кто-то плохо, кто-то не очень, кто-то совсем плохо, кто-то совсем хорошо и так далее. Понятное дело, что результаты будут разные. Ждать, что все десять людей, скажем, пришедших на тантрическое посвящение, одинаково, в одно и то же время достигнут просветления, при том, что один практикует с утра до ночи, а другой не граждан даже не в своем про практику, было бы наивно. Это бы не соответствовало причинно-следственным цепочкам. Поэтому скорость может быть разной, но в любом случае это гораздо быстрее, чем три неисчислимых иона. Это даже быстрее, чем один неисчислимый ион. По большому счету, для всех уровней тантр это несколько жизней. Несколько жизней, если я не ошибаюсь, ни разу не описывается число больше, чем двадцать. А двадцать жизней это вообще ничто с точки зрения безначальности и бесконечности. Даже срок существования нашей Вселенной от взрыва до схопа это ничто по сравнению с безначальностью и бесконечностью. Просто мы не способны вообще представить безначальность и бесконечности. Наш ум не может это вычислить, машина ломается. Такого не бывает, думаем мы. Двадцать жизней это вообще ничто. Что уж говорить про 16, что уж про 7, что уж про 3, что уж про одну, что уж про несколько лет. Понятное дело, что это очень быстро. Одна из причин, по которым тантра является таким быстрым путем, помимо самоотождествления с природой Гульби, является особая роль желания в тантре. И отсюда как раз много катастрофических заблуждений насчет того, что тантра — это эротический массаж с маслом, открой себе богиню и всякие прочие страшные вещи, которые с точки зрения буддийской тантры являются чем-то очень странным, как минимум, самыми мягкими словами, если говорить. Все эти вещи — эротический массаж с маслом и так далее — к буддийской тантре не имеют никакого отношения. Здесь, опять же, не следует впадать в ханжество. В буддийской тантре есть исключительные методы использования этой сексуальной энергии, в том числе методы, подразумевающие соитие. Но эти методы составляют очень незначительный процент общего набора практик и предназначены только для практикующих с особыми способностями, предрасположенностями и так далее. Никогда буддийская тантра не скажет, что всем, чтобы практиковать тантру, тантру нужно заниматься соитиями с кем угодно. Тем более, что с конкретным человеком, который вам там что-то пытается втюгать. Никогда. Даже наоборот. Тринадцатый Далалама говорил, практикующий готов к практике соития в тантрической практике, если он может членочком пальцев заставить яблоки, лежащие на земле, подняться и приделаться обратно к ветвям. Вот для кого предназначены сексуальные, строго говоря, практики в тантре. Все остальные практики, предназначенные для нас с вами, со всеми, но и характер носят. Поэтому сразу про эротический массаж с маслом можно забывать. Тем не менее, в отсутствии эротического массажа с маслом, тантра подразумевает множество психологических техник преобразования мощной энергии нашего желания. Причем эти техники разбиваются на разные уровни интенсивности. Приводится такая знаменитая метафорическая ситуация. Вот мы знакомимся с человеком, который для нас притягателен. Для кого-то мальчик, для кого-то девочек, для кого-то свинка-пеппа. И вот, соответственно, мы в зависимости от того, какой у нас уровень способности, можем разные уровни желания преобразовать. Кто-то может преобразовать только желание на уровне обмена взглядами. Вот мы обмениваемся взглядами, это как-то приятно, интригует, волнует и так далее. Вот только это мы способны переварить. Дальше все, потеря контроля, цепляние, все на свете. Кто-то способен переварить уровень желания, связанный с обменом словами. Вот мы уже там флиртуем как-то, но еще с этим тоже способны справиться. Это желание также способно трансформировать. Кто-то способен переварить желание, связанное с касанием или объятиями. Это я очень обобщенно размыто описываю Лучше смотреть на источники, чтобы увидеть, как эта разбивка конкретно приведена И, наконец, самые мощные, самые продвинутые практикующие Практикующие, которые развили наибольший когнитивный контроль С помощью всех базовых практик, в особенности Хиноя Во вторую очередь, Прометая Только самые продвинутые практикующие, которые отпахали вот эту всю бездну Практик, связанных с осознанностью, с уточением, любящей добротой и так далее Только они способны преобразовать исключительный уровень желания Который возникает по ходу сексуального соития Для большинства остальных, все остальные теряют голову по ходу сексуального соития Поэтому, стало быть, не способны этот уровень интенсивности преобразовать Чтобы стать практикующим, подходящим для вот этого высочайшего уровня тантры Нам необходимо отпахать все практики Хинояны и Параметаяны Которые ведут к развитию этого уровня когнитивного контроля Тогда мы будем достойным сосудом для вот этих самых продвинутых методов Которые используют такую интенсивность желания Здесь важно понимать эту метафору правильно Речь не идет о том, что нам в буквальном смысле придется на кого-то смотреть С кем-то флиртовать, кого-то трогать или с кем-то вступать в соития Опять же, есть практики соития, но это один процент для избранных Которые яблоки к деревьям имеют пределы Для всех остальных речь идет о преобразовании желания в других контекстах И здесь под желанием подразумевается одно и не только сексуальное Наше желание направленное на пищу Наше желание направленное на одежду Наше желание направленное на горячую воду в ванне Наше желание направленное на пену в этой горячей воде Все виды нашего желания, все здесь используются как опора на пути Например, ну я просто придумаю такой грубый пример Если мы тантрически практикующие, мы практикуем любой метод Мы должны все свои виды удовольствия преобразовывать в практику Например, я пью чай, и я должен выполнять при этом медитацию В рамках которой я преображаю на уровне своего ума Чай, себя, все окружающее И вместо того, чтобы привычно невротически поддаться желанию Я использую тантрическую медитацию Где я себе как божеству, например, или гуру божеству подношу Божественный нектар, тра-та-та-та-та Использую очень сложные модели, которые в какой-то смысле можно понять Интересным новым образом через глазами юнга Но в особенностях, которые хорошо понятны, разумеется, когда я классическую чашу, как и буддизм, сам описываю И это все на любом уровне тантре присутствует Не только на самом высоком Если я способен так преобразовывать привязанности или желания, относящиеся к пище А это один из мощнейших источников привязанности Ко сну, второй мощнейший источник привязанности И, разумеется, к обществу других людей, в том числе к сексуальному совете и так далее Вот тогда я эффективен как тантрический практикующий Вот к этому мы стремимся Разумеется, поначалу, как и в практике Пути Батхисатвы, как и в практике Игнаяда У нас больше ляпов, чем победы Мы, по большому счету, все забываем, коряво делаем Кто-то вообще вспоминает, что нужно непрерывно осознавать Из числа, имеющих посвящение Помнит, что непрерывно нужно осознавать себя как божество Подносить себе все виды удовольствия Немнение расставиться в божественной гордости Кто вообще все эти вещи знает? На начальном уровне На начальном уровне никто Но в долгосрочной перспективе Это тренировки, которые мы осваиваем Осваиваем с помощью наших любимых двух умственных факторов Пометование и самонаблюдение Как мы видим, они здесь везде И в светских практиках осознанности В Хинаяне, и в Махаяне, и в Ваджраяне Без них никуда не уедешь Ответственно, поскольку желание само по себе Обладает очень мощной энергетикой Чем больше мы умеем направить его в русло Своего развития, тем быстрее будет наш прогресс А поскольку все остальные омрачения Производные от привязанности Например, отторжение Отторжение до производной привязанности Мы и остальные омрачения Также учимся вовлекать в практику Нужно сказать, на самом деле, что иногда встречается тезис Только в тантре омрачение используется как путь Это неправильный тезис Во всяком случае, не все учителя с ним согласны Некоторые учителя его будут озвучивать И он обобщенно верит, но есть исключения Есть особые учения по развитию бодхичитты Которые также используют омрачение как топливо для бодхичитта И в этом смысле это использование омрачений как пути Есть эти особые практики И в том числе это Хармаракшита в своих двух текстах Описывает колесо острого оружия и павлин, преобразующий яд Но этих практик мало Они не очень хорошо людям в большинстве случаев известны И поэтому в целом по палате именно тантры Для большинства является первым этапом Когда омрачения увлекаются на путь И, кстати говоря, в рамках этого Если мы освоим эти параметаянские техники Преобразования омрачений в путь Нам проще потом будет, разумеется, с практикой тантры Это особый метод по вариации практики даяния и принятия Принятия и даяния В которых мы учимся свои омрачения использовать как топливо для продвижения по пути Очень интересные отдельные методики Это просто такая краткая реклама для тех Кто в будущем надеется все это дело изучить Еще одна причина, в силу которой тантра особенно важна Мощна, прошу прощения Это особая роль учителя в ней И вот здесь-то, как мы видим Все эти пункты Это потенциально очень опасные вещи С одной стороны очень опасные, с другой стороны очень мощные Используем нежелание Потенциально это ядерная боба Если мы будем пытаться использовать желание и не удержимся То мы впадем еще больше в невротические раздраи Будем за все они адски цепляться И в конечном итоге родимся голодным духом Ну, грубо говоря, так, с обобщенной буддийской точки зрения Или просто заметим в своем уме невероятное усиление невротических состояний Это может произойти, если мы не соблюли условия безопасности Каковы условия безопасности? Условия безопасности для практики тантры Это достаточная предварительная или параллельная тренировка В методах Хинаяны и Парамитаяны Вот единственное условие безопасности Если мы отпрактиковали три высшие тренировки в критическом объеме И методы Бетхичиты и шести совершенств Мы наш ум полностью защищен от ошибки на тантрическом пути Если мы их не отпрактиковали Нет никакого иного способа защитить свой ум Без трех высших тренировок Базового учения Будды Из которого состоит по большому счету Вся Тхиравада построена на трех высших тренировках Без этого учения никакой тантра Яны Правильной практики тантра Яны не может быть И наш ум окажется незащищен Без практики нравственного сосредоточения мудрости То же самое с Бетхичитой и шестью параметами Без Бетхичитой и шести парамет Никакой тантры не бывает Они главное, что защищают наш ум Параллельно к тантру И вот этот пункт тоже очень опасен Ведь здесь есть большой простор для ошибок с нашей стороны И для злоупотребления со стороны того человека Который выступает в качестве учителя Именно поэтому тема гуру в тантре Требует очень пристального изучения Вообще тема учителя в буддизме Требует очень пристального изучения Мы уже про нее говорили в одной из ранних лекций Но там мы говорили в первую очередь Для учителя основополагающей колесницы Потом в другой лекции В лекции про природу Будды Говорили про роль учителя в Махаяне И мы говорили, что в Хинаяне Учитель выступает в качестве эмиссара Будды, его представителя Посол какого-то государства Сам по себе может быть человеком не очень грамотным Но поскольку он представляет государство Которое мы уважаем Мы к послу относимся соответствующим образом Такой уровень отношения к учителю на уровне Хинаяны Затем в Парамитаяне Учитель выступает в качестве Как бы сосуда для Тхармакая Мы не говорим, что учитель и есть Будда Но мы говорим, что он как бы Будда Он выступает в качестве сосуда для активности всех Будд Это восприятие, которое мы учимся развивать в Парамитаяне Его также непросто развить Он также требует определенной травмы безопасности Но в Аджаяне, чтобы извлечь полную пользу Мы должны поставить знак равенства Между тантрическим учителем Не любыми учителями, а именно тантрическими своими учителями То есть учителями, от которых мы получаем Тантрические посвящения, обеты и тантрические наставления Должны поставить знак равенства Между учителем и Буддой То есть сказать, Гуру есть Будда И при этом не сделать это глупо То есть не думать, что все, что учитель, который есть в Будде, говорит Это все божественные проявления Будды Вот учитель сказал прыгнуть с ним в койку Значит, нужно сразу в койку бросаться Именно поэтому его стечство Даллама просит учить теме преданности учителю Теме верения учителя в самом конце объяснения пути Когда люди знают все остальные базовые компоненты Потому что призывают очень осторожно относиться к верению себя учителя Потому что даже среди учителей с большим именем Даже среди учителей с толстыми книжками В том числе и с толстыми книжками на русском языке И учителями с Титилом и Римбачей Есть люди, вовлеченные в сексуальные скандалы Люди, которые злоупотребляли доверием своих учеников И это злоупотребление доверием учеников не является чудесной активностью Это злоупотребление доверием учеников Вот стечство Даллама к этому очень строго относится Он напрямую на сцене распекает таких учителей за их поведение Именно поэтому, чтобы мы не допустили ошибки Которые нас... Тут дело даже не в том, что кто-то там с кем-то в койку прыгнул Это еще ладно Дело в том, как это повлияет на наш ум с точки зрения продвижения по пути Важна даже здесь уже не столько мирская составляющая Хотя она тоже важна Важно защищать безопасность своих тела, речи и мать, и так и прочее Важно и то, как это скажется на общем контексте нашего пути Именно всего этого важно правильно понять И один из лучших источников на этот счет Это замечательная книга доктора Берзина Которая в полном объеме на его сайте представлена На русском и на английском языках В разделе опубликованной книги Он называется «Здоровое отношение с духовным учителем» Или «Как топора духовного учителя» Там ее сложно не заметить Где он по превосходным образом объясняет И что такое учитель Каковы разные квалификации учителей Каковы разные уровни, чем учитель, не психотерапевт Как правильно воспринимать гуру, как буду в контексте тантры На основе понимания пустотности и так далее Все это очень важные вещи Без них травма безопасности не будет Поэтому с этим всем очень хорошо и важно ознакомиться Но в чем польза? Понятное дело, потенциальный вред есть Вред простор для злоупотребления К счастью, система специально построена так Чтобы злоупотреблений было как важно меньше Так в чем польза-то? Вот, соответственно, фрагмент Тханки Изображающий жизнь Залама Цанкапы Главным учителем которого был Гудда Маджуши У него было много физических учителей Но главным коренным его гуру был сам Маджуши Который перед ним представал И денег и напрямую его учил В чем основное преимущество? В том, что мы на уровне Тантры Учимся получать одновременно вдохновение От учителя как человека А это очень вдохновляюще Очень хорошо знать Вот мой дхармический учитель Он такой же человек, как я Но он 40 лет практикует И он развил ясность, спокойствие, доброту и так далее Это очень вдохновляюще, это очень важные вещи На самом деле без них буддизм не уедешь никуда Вот это уровень хинояда С другой стороны, вот Будда Полностью уже пробужденное существо Он не просто 40 лет пахал Он три нещущие махона пахал и полностью изменил свой Тоже очень вдохновляющий момент Тантра учит нас объединять эти две вещи в едином флаконе Вот учитель-человек, но это же Будда Это не просто сосуд для Будды, как в Пармитаяне Это не просто представитель Будды, как в Хинояне Это и есть Будда Но здесь очень тонкий дальше идет анализ На основе того, что значит, что он Будда Мы можем утверждать, что учителя есть Будда Только на основе глубокого понимания пустотности Только Думать, что Гуру есть Будда без контекста пустотности Это просто самообман Именно поэтому практика тантры без понимания пустотности невозможна Невозможно без понимания пустотности понять В каком смысле Гуру есть Будда И в каком смысле я сам уже есть Будда Если мы все обесчисляем Если мы просто начнем обесчислять Гуру как Будду Это катастрофическая ошибка, это крайность этернализма, во-первых, а во-вторых, это приведет к дурным последствиям с точки зрения поведения. Если же мы видим пустотность, видим, что учитель не существует независимо и неотъемлемо, и в то же время существует в зависимости, то есть проскользнем между этернализмом и нигилизмом, тогда мы сможем верно обозначить учителя как Будду, не впадая ни в одну крайность, и избежим обесчисления, и сможем это обозначение Гуру как Будды использовать как источник объединенного вдохновения, который будет в два раза сильнее. Мы сразу одновременно получаем пользу и от Будды, и от учителя. Все это гораздо подробнее описывается, в том числе в книге доктора Берзина, там объясняется логически, что значит с точки зрения пустотности этот тезис о том, что Гуру есть Будда. Но для нас это важно еще вот в каком контексте. Зачем нам думать, что Гуру есть Будда? Просто чтобы в ножки там бросаться или деньги дарить? Нет, совсем не в этом. Гуру со своей стороны, если это Гуру подлинный, обладающий качествами, совершенно не заинтересован в том, чтобы получать наши деньги или наши поклоны, или наши причитания, лама-лама, что мне сделать и так далее. Гуру со своей стороны это все по большому счету не нужно, иногда даже обременительно. То есть, разумеется, если мы жертвам учителю какие-то деньги, они помогают ему с его проектами или ее проектами, там какими-то благотворительными начинаниями и так далее. В этом смысле это для учителя полезно, но в целом наша коробочка с благовониями, белый наш шарфик и там 300 рублей, как в конвертике, для учителя никакой особой роли не играет. Вся эта конструкция нужна для нас. Почему? Потому что когда мы научимся видеть природу Будды в учителе и научимся распознавать, что учителя уже есть Будда, мы сможем затем, расширяя эту логику, экстраполируя эту вещь, распознать Будду в себе и себя увидеть как Будду. Увидеть природу Будды уже не просто как семя, а как то, что реально проявлено и присутствует здесь сейчас. И в конечном итоге мы это экстраполируем на всех, и потому в практике тантры в конечном итоге мы всех существ видим как Будду. То есть учитель здесь только как правная точка. Учитель, как Будда, активирует мою собственную природу Будды с помощью своих наставлений, посвящений и передач. Затем я распознаю свою природу Будды, и в конце концов я вижу природу Будды всех существ. Причем не как потенциалы, как в параметаяне. Это в параметаяне, я думаю, что в каждом есть семя Будды, и моя задача как бодхисаттвы – взращивать свое семя и семена других. В татраяне я вижу, все уже являются Буддами, нужно просто сдернуть эту завесу. Нужно распознать в подлинной природе всех омрачений ясный свет. Ну и так много разных объяснений. И вот, соответственно, это нам и помогает сделать видение гуру как Будды. Это лишь отправная точка, но обязательно на этом пути. Обязательность на этом пути здесь состоит в том числе и в том, что в практике тантры без учителей не существует. Не в том смысле, опять же, неверное представление, что нам нужен кто-то, кто будет нашей рукой все время водить. Вот будет такой человек, мы ему будем написать письма или звонить по телефону, дергать за руку и говорить. Что сделать сейчас? Что сделать? Это вообще для Будды не характерно. Вот эта навязчивая зависимость от учителя невротическая – это одна из ошибок, которые мы на пути избегаем. В книжке доктора Березина про это много написано. Наличие учителя не подразумевает, что учитель все время будет нашу рукой водить. Учитель нам нужен, как тот, кто передаст нам три обязательных для практики тантры в широком смысле компонента. Посвящение, сны передачи и, соответственно, наставление. Или иногда говорится посвящение, наставление и тантрические обеты. Вратами вступления в практику тантры является посвящение, относящееся к практике конкретного едама или медитативного божества. Вот эти все многорукие страшилища, которые мы видим в разных буддийских храмах, в Тибете в особенности, в Японии они могут другой смысл, кстати, иметь. Не все они, но большинство. Разные Будды в мужских и женских формах, с украшениями, рибеса и так далее, все это в большинстве, если это не защитники Дхармы, это едама, медитативные божества. Божества, которые мы используем как символ своей природы Будды, и с которыми мы работаем, чтобы актуализировать эту природу Будды. Не бывает посвящения в тантру в целом. Если мы придем куда-то и нам там обещают просто посвящение в тантру в целом, нужно задаться вопросом, куда ли мы пришли. И вообще нужно очень много раз подумать, прежде чем прийти куда-то просто на посвящение, и быть точно уверенными в квалификации того или иного учителя. Есть самые разные способы этого добиться, добиться этой уверенности, их нужно изучить. Но если мы уверены в учителе, например, мы приходим на учение в Истече Таталаламы, он часто передает посвящение в разных странах, причем там есть определенный паттерн того, какие именно посвящения он передает, это страшно интересно знать. И почему? Но неважно, вот мы пришли на учение Далаламы в какой-то стране, где он передает посвящение. В этом году, по-моему, будет посвящение Будды сострадания Волокитешвары в Страсбурге, во Францию. Вот мы приехали в Страсбург во Францию, наелись французских булок, приходим на посвящение. Это посвящение конкретного божества, и именно с ним, если мы станем практиковать в соответствии с этим методом, мы будем работать с образом Волокитешвары, которое передается в ходе посвящения. Например, тысячелухов Будды сострадает. Три уровня интерпретации подразумевают, что для нас одновременно это медитативное божество является и символом нашей собственной природы Будды, то есть как бы архетипическим проявлением в каком-то смысле. Некоторые учителя отвергают здесь аналогию с архетипами Юнга, некоторые не отвергают. Доктор Берзин ее не признает, а доктор Уоллес, например, согласен, потому что мы можем в каком-то смысле называть это архетипами. Но это один уровень. Проявление нашей природы Будды как этого божества. Второй уровень – это то, что вообще от Хармака и всех Будды проявляется в форме этого божества, то есть сострадание мудрости Будды проявилось сейчас вот так-то. Я использую этот образ, чтобы работать со своим умом. Понятно. И, наконец, третий уровень – уровень квази-исторический. Будда сострадания не жил... Точнее говоря, так, да, квази-исторический. Если Будда сострадания, прежде чем стать Буддой сострадания, жил в какие-то иные ионы, можем мы предположить. Или, например, Тара, одна из самых любимых тибетцами Будды в женской форме, прежде чем стать Буддой Тарой, была когда-то принцессой, как описывается в коренных текстах, которые звали Луна Мудрости, и вот она там делала то, это пятое-десятое, в конце концов стала Буддой в женской форме. То есть какой-то квази-исторический компонент здесь присутствует, он не относится, правда, к нашей исторической эпохе. Зачем нужен вот этот третий? Потому что это также источник вдохновения. Это не просто зеленый архетип с вытянутой ногой, поджатой другой ногой. Это не просто красивый символ проявления сострадания и мудрости всего. И, как мы помним, в этом символе даже жесты и все остальное также нас учат. Это еще и образ, который привязан к каким-то квази- или над-историческим... Транс-исторический вред, наверное, транс-исторический здесь более удачный вред. Соответственно, некоторые едамы таковы, некоторые сложнее так в исторический контекст поместить, но часто бывает, что, например, какие-то учителя исторические или живущие ассоциируются с едамами. Например, собственная линия Далла-Лам всегда ассоциируется именно с Буддой состраданием. Считается, что Далла-Лама – это эманация Буддой сострадания на нашей земле. И для тех, кто способен это распознать, признать, увидеть и так далее, это мощнейший источник вдохновения. Причем это проявляется в том, что если мы на нашем нынешнем уровне, скорее, думаем обобщенно, ну да, он распространяет сострадание, в этом смысле, безусловно, он может считаться воплощением Будда сострадания. То некоторые йогины с выдающимися способностями, отпрактиковавшие значительную часть пути, своими физическими глазами, смотря на Далла-Ламу, видят не Далла-Ламу, а сияющее божество с тысячерук, Будда сострадания в тысячерукой форме. И это, соответственно, плод их йогической практики, развития исключительной способности к восприятию глубинной реальности или природы Будды в визуальной, в том числе, форме. Соответственно, тантра здесь, вот статус из нашей коренной книжки, в отличие от причинного пути, который отвечает на каждую форму неведения противоядием, таким как противодействие к нему с помощью любящей доброты, тантра вместо того совершает скачок за пределы этого обыденного видения, с помощью, собственно, конкретных медитативных божеств. Например, мы хотим практиковать путь, связанный с Буддой Амитабхой. Будда Амитабха присутствует как очень важный образ в Махаяне в целом. Он играет центральную роль в буддизме чистой земли, но и в других традициях тоже учитается. Но вот если мы используем Будду Амитабху не просто как исторического Будду, а как транс-исторического Будду, а как медитативное божество, то есть еда, нам нужно сперва получить посвящение на практику Амитабхи, чтобы она была именно тантрической и сутрической. И сутрические практики, где мы можем представлять Будду перед собой, над макушкой, они не требуют посвящения. Но если мы хотим использовать тантрический рум, нам нужно посвящение. Вот чтобы получить это посвящение, нам по ходу особого процесса совместной медитации, а это и есть посвящение, совместную медитацию учителя, обладающего квалификацией, и учеников, которые являются подходящими сосудами. В рамках этого совместного процесса медитации мы будем вначале осознавать учителя как Амитабху, затем, следуя его указаниям, будем себя осознавать как Амитабху, себя представлять в соответствующем визуальном образе, отождествлять себя с телом речи, умом, Амитабхи и так далее. И вот на основе этого мы начнем изменять свое видение. Мы учимся видеть учителя иначе, видеть в нем его природу Будды, его природу Амитабхи, его как Амитабху в конечном итоге. Затем учимся увидеть в себе не просто вот две руки и две ноги, голова и хвостик, соответственно, а вот я тоже обладаю природой Будды, вот моя природа Амитабхи, вот я как Амитабху. Вот моя речь, речь Амитабхи, мантра Амитабхи, вот внешняя реальность, чистая земля Амитабхи, вот все существа вне эманации Амитабхи и так далее. Работа с нашим творческим воображением, которая нужна не просто, чтобы все разрисовать радужными красками. Опять же, доктор Березен часто цитирует Хандре Римпачер, который говорит, это не Диснейленд, это не игра в волшебное царство, ни в коем случае. Это работа с нашей способностью к воображению на основе распознавания пустотности. Опять-таки, поэтому тантра невозможна без пустотности. Если мы все овеществляем, то мы все овеществим, как Диснейленд, где все красненькие, мантра какая-то звучит, листики шелестят божественным образом. Это не поможет нам особо в продвижении по пути. И более того, если мы без понимания пустотности будем отождествлять себя с медитативным божеством, гневным в особенности, то мы можем переродиться, например, голодным духом в форме этого гневного божества. Тибетская традиция знает такие исторические примеры. Поэтому это бодхичи, это пустотность, это тречение, это все обязательные компоненты, которые мы развиваем параллельно с тантрической практикой, практикой и додьи. Но вот если мы все делаем правильно, то мы работаем с воображением таким искусным образом, а затем чередуем эти периоды применения воображения с периодами, когда мы направляем внимание на окончательную природу реальности с помощью методов либо Махамакхи, либо Махамудры, Великой Печати, либо Махасанхи, Великого Совершенства, и пребываем в этом глубинном погружении в окончательную природу реальности. То есть, опять-таки, работаем с основой и видимостями, с методом и мудростью, параллельно. Это присутствует на всех уровнях тантры, и в каком-то смысле все уровни тантры, все это задействование нашего воображения, это модуляция наших энергий, энергий наших тел и речи ума. Например, вся доктрина мантры в тибетском буддизме, зачем вообще нужны мантры? Именно мантры, а не молитвы. То есть, есть различия. Вся доктрина мантры построена на идее о том, что звук — это прана или энергия, и эту прану можно модулировать. А мантры — это используют модуляции нашей энергии. Когда мы произносим конкретные слоги, мы модулируем энергию, которая движется в наших энергетических каналах. За счет модуляции этой энергии мы быстрее придем к преобразованию наших тел, речи и ума. Вот зачем в тибетском буддизме нужны мантры. Мантра — это не молитва. Молитва — это нечто другое. Молитва — это последовательность устремлений или просьба о вдохновении, но мантра — нечто фундаментально иное. Это манипуляция нашими энергиями речи. То же самое и с телом, когда мы визуализируем свое тело как тело Божества и так далее. То же самое и с умом. Мы отождествляем ум с мудростью Божества и с помощью одного из трех методов, которые мы перечислили Матьяма, Кимхамудра и Цапчин, распознаем окончательную природу. Однако высшая тантра, в отличие от низших тантр, то есть высшая из категории, также содержит в себе особые, очень сложные методы манипуляции нашими энергиями в еще более непосредственной манере. И отсюда это всякие знаменитые техники, такие как внутренний жар, туму, шесть йог на ропы и тому подобное. Их очень много, в них много модуляций, вариаций и так далее. И многие из них — это методы управления нашими внутренними энергиями, то есть методы работы с нашей тонкой нервной системой, которая обычно описывается в четырех категориях. А праны, то есть тонкие ветра, чахры, в центре средоточия этих тонких ветров, нади, каналы. На самом деле чахры и нади часто выжимаются в один. Чаще всего мы слышим три вещи — прана, нади и бинду. Чахры в тибетской традиции — это просто переплетение разных нади или энергетических каналов. Это никого, это волшебное кольцо, которое внутри нас реально присутствует. Переплетение каналов. И бинду. Бинду — это капли или тонкие эссенции, сущности, которые в нашем теле есть. Так вот, манипуляция этими аспектами тонкой нервной системы позволяет очень быстро выявить нам тончайший слой сознания. Мы про это говорили, когда говорили про смерть и перерождение. Наш ум ясного света, а с его помощью очень быстро распознать пустотность. Мы не просто с помощью использования воображения расшатали овеществление, представляли все как чистую землю Амитабхи, себя как Амитабху, все звуки как звук чания мантры Амитабхи и так далее. Это расшатывает овеществление, это для того и нужно. Не только это мы сделали, но и в высшей тантре, только в высшей тантре, мы использовали тончайший ум ума, ум ясного света, чтобы распознать пустотность, и потому-то и достигли просветления особенно быстро. Поэтому, именно поэтому, высшая тантра описывается как то, что позволяет достичь просветления за одну жизнь. Расшатывая они овеществление с помощью осознавания пустотности всего, поддержания чистого видения и так далее, очень важный процесс, он общий для всех тантр. Но вот супербыстрый механизм, позволяющий совсем быстро всего достичь, это манипуляция тонкой нервной системы. Это не единственный механизм, есть еще один, но мы на нем не будем подробно останавливаться. Вот. Короче говоря, эти суперпродвинутые техники помогают нам модулировать разным образом наши энергии тела и речи, которые связаны с нашим умом. А это позволяет нам быстро продвинуться к просветлению. И еще один принцип, связанный с тем, что мы представляем себя как божество и так далее, это использование идеи божественной гордости. Мы не просто представили себя как амитап, вот я красный дяденька, у меня ноги так переплетены, вот у меня чашечка в руке какая-то, и желудь на голове, тра-та-та. Это, ну, все было здорово, конечно, но это лишь начальный этап. Нет, мы должны еще отождествить себя с телом речи умом амитапхи и гуру. Мы себя отождествляем с гуру амитапхой, и тогда-то, за счет поддержания этой божественной гордости, здесь гордость подразумевается совсем не в том смысле, что гордыня, которым мы давали определение в предыдущей лекции, говорили, вот какое-то там умственное омрачение, раздутая с мантра, тра-та-та-та, совсем другое смысл здесь имеет слово гордость. Здесь под гордостью подразумевается самоотождествление себя с Буддой, с конкретными образами Будды. На основе этого мы в особенности быстро также начинаем продвигаться, потому что заменяем свое обыденное представление о я совершенно иным, тем, что относится к Будде, и является адекватным реальности, это достоверное обозначение, и оно ведет к достоверному постижению. Но при этом оно отлично совершенно от нашего привычного самоотождествления. В конечном итоге, практикуя так, эти методы мы можем достичь пробуждения в форме гуру амитапхи. Эти гуру амитапхи есть практик, связанный с низшими тантрами и высшими тантрами. Как это вообще часто случается в тибетском аудизме? Есть разные медитативные божества, бесчисленное множество медитативных божеств, связанные с ними тантрические циклы, связанные с ними практики. Некоторые божества бывают только на одном уровне тантр, некоторые на разных. То, какой конкретный метод мы практикуем, или какое сочетание методов, в тибетской традиции большинство людей практикуют разные методы в разные периоды времени, зависит от того, какой традиции мы принадлежим, какой конкретной линии, или каким конкретной линией я, во множественном числе, если у нас есть несколько такого рода связей, что нам рекомендует наш личный учитель, каковы наши личные предрасположенности и так далее, это уже все вещи, решаемые в очень индивидуальном порядке, поэтому, как и в сутре, не может быть однозначного рецепта «вот тебе бедхичиты нужно развивать только так и никак иначе». Нет, как так можно сказать, если методов развития бедхичиты 10 миллиардов, ну как бы условно говоря, то есть есть два магистральных, но у них много субвариаций, очень большого количества. То же самое и здесь, бесчисленное множество медитативных божеств, образов, символов, техника, потому мы варьируем их в зависимости от личных предрасположенностей и всякого множества факторов на основе опоры на своих учителей во множественном числе, на основе того, что мы получали от учителей, что вообще практикнули, ну и так далее, очень много всех соображений принимается в расчет. Здесь вот еще один пункт о том, что еще подразумевает антрическая практика, связан с тем, чтобы на основе всего, что мы говорили про поддержание чистых видимостей, чистого видения и использование нашей тонкой физиологии самыми разными способами, и с помощью звуков, и с помощью жестов, и с помощью движений, и с помощью тонкой манипуляции своими энергиями и так далее, на основе всего этого в особенности научиться искусно работать с умом. А это в том числе подразумевает, что мы учимся в тантре, именно в тантре, распознавать в основе каждого омрачения, которое у нас возникает, ясный свет, глубинную природу ума. Вот на этом-то основывается второй принцип, про который я сказал, что он также ведет к очень быстрому достижению просветления. На этом в особенности основывается практика Махамудры и Дзакчен. Мы распознаем, в особенности Дзакчен, мы распознаем внутри омрачения ясный свет, то есть глубочайший уровень ума, глубочайшую чистоту ума. Это тоже очень продвинутые методы, часто они используются в сочетании с теми, где мы манипулируем каплями, каналами, ветрами и чакрами. Иногда используются отдельные, опять-таки процесс сложный индивидуальный, но вот этот особый метод, в котором мы учимся видеть, как это часто описывается, горчичное масло в горчичном зерне, учимся видеть природу в объекте, природу ума ясного света в любой мысли. Это особая вот эта вот практика, которая здесь присутствует. Причем видим ее, распознаем эту природу без принятия отвержения. Отсюда вот этот антрический принцип про преобразование или распознавание омрачений. Мы не отвергаем их, как в Ахинаяне, мы не заменяем их противоположностями, например, эгоизм-альтруизмом, как в Махаяне. Мы преобразуем изнутри, распознавая природу того или иного омрачения, видя это омрачение по природе своей есть мудрость амитархи, есть ясный свет, вот мы его распознали, и омрачение совершенно изменило свою природу. Энергия осталась, мощь осталась, на этом и основывается преображение желания. Сила, интенсивность энергии осталась, но содержание энергии совершенно изменилось, потому что мы устранили невротические скрепы, соответственно, и как это часто бывает со скрепами, вся конструкция рухнула, приобретя совершенно иной формат. И вот важные принципы, о которых нам напоминает здесь доктор Боллес. О них важно не забывать, это еще пункты про технику безопасности. Во-первых, тантра может быть кульминацией пути, конечно, если это быстрый путь, конечно, если это настолько быстрые методы, они важны, потому что в тибетской традиции так много людей их практикуют, так много людей их получают, так часто они передаются и так далее. Но сама по себе она не является более важной, чем другие. То есть сказать, тантра важнее, чем бодхичитта, тантра важнее, чем отречение, пустотность. Конечно, нет, никакой тантры без бодхичитты и пустотности быть не может, буддийская тантра, во всяком случае. Тантра важнее, чем нравственность. Любые такого рода утверждения будут неверными. И то же самое со вторым пунктом. Тантрический путь – это путь, да, я опечатка, и его не следует путать с самой целью реализации. Интересоваться тантрой ради тантры – очень опасная идея. Интересоваться тантрой и пастись на тантрических формах, где там все выкладывают друг другу коренные тантры, садханы, давайте получим еще 140 посвящений. Такие формы есть на русском языке, это страшное дело. Можно, но это может привести к очень неблаготворным последствиям. И это, безусловно, не то, чему учили все главные мастера тибетского буддизма, которые описывали путь весь в целом. Более того, помимо того, что не следует в рамках тибетского буддизма интересоваться тантрой ради тантры, а нужно интересоваться тантрой лучше, гораздо лучше, интересоваться тантрой соображений бодхичиты. Это беспроигрышный вариант, он абсолютно защищает нашу. Если мы рассматриваем путь как предисловие к бодхичите, бодхичиту и следствие бодхичиты, мы избежим всех ошибок, возможностей тантры, потому что мы правильным образом построим предисловие, разовеем саму бодхичиту, и тантра будет следствием, или способом реализации бодхичиты на практике. А тут еще просто важно понимать, про что второй тезис, что есть и другие способы достичь просветления. Они могут быть медленнее, они могут быть иными, но важно помнить, что тантра — это не самоцель, самоцель — это просветление. Точнее, самоцель — это тоже не самоцель, это цель ради блага всех живых существ, а-та-та, но оно приоритетно, а не тантрические методы. Важно, и поэтому уважение к традиции дзен, которые, скажем, совсем иные методы достижения просветления предлагают. Корни отличные от тантры. В рамках парамитаяна, но без ваджаяна. Это вещи, подразумеваемые в целом буддизмом. Да, дзенская традиция описывает иной путь, он полностью соответствует парамитаяне, но он не использует элементов ваджаяна. Вот замечательно, некоторые сюда придут к просветлению так. С длительной, задолго или забыстро, но прибыли. Почему? Потому что просветление здесь важно, а не то, тантру мы практикуем или нет, и не то, какую конкретно тантру. Опять же, в силу нашей привычки к обесчислению очень легко все начать обесчислять. Нет, всем нужно практиковать такое-то божество. Нет, всем нужно практиковать этот тантрический цикл. Нет, всем нужно практиковать то, а не это. Нет, всем обязательно нужно практиковать. Абсолютно все поддается нашему обесчислению, а стало быть, наклеивание ярлыков, навязчивое рекламе, менталитет футбольной команды и так далее. От этого все мы стараемся уходить. Что ж, на этом подошли к концу наши замечательные 16 бесед. Замечательные они с точки зрения мастерства рассказчика и лекаря вы нарисованы слайдов, но в том смысле, что мы посвятили себя чему-то добродетельному. И тибетская традиция, в том числе в тексте 7 пунктов тренировки ума, которые мы упоминали недавно в предыдущей лекции, лучше от нас всегда осуществлять 3 превосходные практики. Вначале породить превосходную мотивацию, создать благоприятные причины. В середине осуществить собственную превосходную практику, в конце осуществить превосходное посвящение заслуг. Когда мы начинали этот курс, прежде чем начать первую лекцию, мы вместе прошли палийскую суту, суту о благоприятствовании, таким образом, чтобы показать, что тибетский буддизм ни в коей мере не отличен или не оторван от самых базовых учений, которые давал Будда. Все, что мы только что оговорили, например, применительно к тантре, не имеет никакого смысла в отрыве от учений от 4 благородных истинах, 3 базовых тренировок, в трех высших тренировках и так далее. Так что одной ногой мы оперлись о базис самого Будду, самый ранний из его источников, палийские источники, чтобы зародить мотивацию, создать благоприятствование. И курс благоприятно завершился. Если видеозаписи не удалятся, не выложившись, то все 16 лекций будут доступны в видео. Именно со стороны видео мы получили наилучший отклик. Люди пишут, что им это полезно, кто-то там лайкает и так далее. Чего не скажешь о физически присутствующих, никто ни разу не сказал, что это зачем-то нужно. Да. А чтобы завершить, мы обратимся к конечному звену в нашей исторической цепочке. Если все началось с Будды, то непосредственно одним из учителей, которые являются главными держателями его учений, является его стечство Далалама. Поэтому, чтобы посвятить заслугу или весь благопотенциал от всего этого цикла, мы прочтем две краткие его страфы. Можно шепотом, можно мысленно. Я зачитаю вслух, чтобы всем было слышно. Соответственно, две страфы из той практики, одной из практик, которую я написал, практика, которая называется «Садхана нераздельности учителя» и о Волоке Тешера. «Благодаря устранению мрачного времени упадка этой эпохи на поверхности земли сапфира в руках божественной девы, пусть все живые существа исполнятся спонтальной радостью и наслаждаются знаками сияния, счастья и блаженства. Силой непорочного сострадания победоносных и их сыновей пусть все неблагое навсегда исчезнет из этой вселенной, пусть все благие знамения станут еще более благоприятными и пусть все добродетели в циклическом существовании и безмятежном освобождении возрастают и становятся ярче, подобно растущей луне». И можно завершить любимые молитвы самого его святейшего из цинтекста Шантидеба «Пока существует пространство, пока живо и живо, пускай нерушимо пребуду страданий рассеивать тьму». На этом все. Большое спасибо и будем надеяться до новых встреч где-нибудь, когда-нибудь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова